Первое. Значит, начну с того, что в основном люди, которые задают вопросы по AdWords, всегда связаны с тем, что нельзя либо рекламировать в AdWords, либо это попадает каким-то образом под фильтр AdWords. Естественно, есть методы борьбы со всеми фильтрами AdWords, начиная от самых банальных, когда вы просто, ну мы сегодня как раз об этом поговорим, например, какое-нибудь внервидоносное программное обеспечение используете у себя на лендинге, на сайте и так далее. Бывает так, что вы пользуете, ну опять же там, неважно, даже ключи какие-то неподходящие пытаетесь использовать, рекламируете товар или на лендинге написано что-то не так, ну серый товар, ну может быть что-то еще какие-то такие варианты. И в некоторых случаях есть, ну стандартные обычные решения, мы о них поговорим сегодня, но есть и действительно варианты, когда у вас банят аккаунт, когда банят ваш домен, когда банят, ну вот например у меня mcontext, как бы смешно ни звучало, до сих пор забанен в AdWords. И мы спорим с техподдержкой каждый раз, они такие, да, да, извините, это мол, вот мы видели, что вы сделали ошибку, но вы ее исправили и ровно через неделю после того, как, ну соответственно в AdWords нам разрешают опять рекламировать этот домен, и он опять попадает под фильтр. И автоматически попадает. И тут единственное, что помогло, это просто взять, перестать рекламу лить на mcontext, начать лить рекламу на monstermarketing.ru. Вот банальное какое-то изменение, просто лендинг, тот же самый лендинг взяли из одного домена на другой, перенесли, это тоже решение. Бывает так, что банят аккаунты, бывает банят даже MAC адреса ваших компьютеров, ну прям очень серьезно. Бывает даже банят ваши платежные данные. Такое тоже случается. И в таком случае нужно использовать целый фильтр, целый набор, точнее, различных моментов, начиная от нового аккаунта, нового домена, нового VPN и тому подобное, чтобы работать с гуглом. Это очень, конечно, геморройно, сложно, но люди некоторые этим занимаются, потому что у них вариантов нет. Причем бывают абсолютно даже белые тематики, которые попадают под фильтр. Вот, поэтому я постараюсь, повторюсь, сегодня ответить на банальные какие-то вопросы с простыми решениями. Если вопрос крайне сложный, ну то есть реально серые тематики или что-то просто пошло не так, то это обычно нет стандартного решения. Нужно либо спорить с Яндексом, с Е за гуглом, либо, ну просто забить фиг. Тут два варианта. Ну, опять же, использовать предыдущие три варианта. Это VPN, новые платежные, возможно, кстати, данные, новый аккаунт и новый домен для того, чтобы просто рекламироваться. Ну, просто знайте это, чтобы потом не было вопросов, потому что они, конечно, появятся, но на всякий случай. Итак, первая и самая большая, я считаю, ошибка, которая есть у новичков, опять же, супер тупо, но тем не менее, то, что люди не пользуются промокодом на 3000 рублей. Вот прям совсем смешно. Да, сразу отвечу, что есть и другие промокоды, но чтобы просто на дороге валялся промокод, прям вот чтобы, единственное, вот надо в Яндексе вбить гугл, я даже с ошибкой написал ADS, и вам могут предложить промокод на новый аккаунт, ну, как бы лучше, наверное, им попользоваться явно, если вы создаете новый аккаунт. Есть другие промокоды, чтобы их получить, необходимо уже немножко заморачиваться, и бывает так, что если вы пользуетесь промокодами, ваш аккаунт тоже банят по некоторым разным причинам, но есть, как минимум, такие истории. Я особо прям жестко не пользуюсь самым промокодами, потому что в основном просто пополняю аккаунт через, ну, это не рекламу, просто скажу, потому что нет никаких ссылок партнерских и тому подобное. Я просто пополняю аккаунт через GetUnique, как юрлицо. Мне так проще, и мне просто возвращается процент. Потому что я пользуюсь одним аккаунтом, ну, если я говорю про свой, да, личный, где рекламу кручу, и это более, я считаю, экономично, нежели чем придумывать что-то, искать миллиард аккаунтов, их заново перезаливать и пытаться постоянно искать эти промокоды. Ну, у меня получается скидка, в принципе, более-менее меня устраивающая, если я не ошибаюсь, около 8%. Вот, соответственно, бесплатный, как минимум, промокод, вот, если вы хотите поискать более большие промокоды, то их надо искать, во-первых, они не всегда доступны, потому что обычно они попадают в какие-то ивенты, их просто раздают людям, и дальше эти люди, соответственно, их перепродают. Других вариантов особых нет, во всяком случае, я их не видел. Если кто-то знает, может чатики подсказать. Друзья, спасибо, что смотрите мои видео. Если вам понравилось видео, обязательно подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Спасибо вам огромное!